Как научить шестилетнего ребенка правилам поведения вблизи водоемов? Вопрос, который иногда задают себе родители. Ответ на него знают специалисты освода. Во время ознакомительной экскурсии на Брестскую спасательную станцию, которая расположена на Грибном канале, они не только рассказывают малышам о рисках на воде и правилах поведения на пляже, но и о работе спасателей. Когда один работает под водой, второй на поверхности, и уводят, как они общаются. То есть без этого тоже под воду не пойдешь. Водолаз, который работает под водой, он надевает сигнальный конец. Это сигнальный конец называется. Да. Я знаю, если он хочет наповернуть, он тянет два раза. Три раза. Знать правила поведения вблизи водоемов необходимо. Правда, запомнить сухую теорию ребенку сложно. Чего не скажешь, если привести примеры с жизнью. Так правила превращаются в простые истины. И желание проказничать сразу улетучивается, ведь теперь они знают о страшных последствиях. Нельзя мусорить водоемов, а после этого могут закрыть. А про округи что-нибудь знаешь? Что нельзя их оставлять на долгое, а потом в холодную воду нурять с ними. А то они сдуются. Можно утонуть. Нельзя заплывать за бочки. Можно утонуть. Если вы без взрослых идете, и не сказали, можно провалиться в какую-то яму. Или просто нырнуть, и можно задохнуться. Понятно, что эти правила должны соблюдать и взрослые, и своим примером учить детей безопасному и правильному поведению вблизи водоемов. К сожалению, так происходит не всегда. Да, результат такой ошибки зачастую роковой. В Брестской области погибло от утопления 23 человека, из них трое несовершеннолетних. Спасено 11 человек, из них также трое несовершеннолетних. Все случаи произошли в местах, не предназначенных для купания, также при падении в воду, при нахождении в алкогольном опьянении. Случаи с несовершеннолетними детками произошли именно из-за того, что недосмотр со стороны взрослых произошел. Впереди жаркие выходные. Многие, конечно же, захотят понежиться на солнце и скупаться в теплой воде. А для того, чтобы этот уикенд, как и многие другие, запомнился лишь хорошими моментами, необходимо помнить о простых правилах поведения. Хочется обратиться во время школьных летних каникул к родителям. В первую очередь надо интересоваться, где находится ваш ребенок, где он проводит доступ, потому что в силу своего возраста дети недооценивают именно ту опасность, которая исходит именно от прогулок даже у водоемов. Даже для этого не обязательно купаться. Поэтому, конечно же, взрослым хочется обратить внимание, что если вы видите детей несовершеннолетних, которые гуляют, прогуливаются самостоятельно у водоема, пожалуйста, отреагировать и какие-то действия все-таки произвести, поговорить с ребенком, что это недопустимо. Хочется обратиться к взрослым гражданам, что недопустимо нахождение в алкогольном опьянении у воды, также на воде, поэтому очень просим, чтобы вот эти все соблюдались меры безопасности, отдых прошел здорово, весело и хорошо. Воспитанники ЕС Лисада номер 82 вышли из Брестка спасательной станции с новыми знаниями и впечатлениями. Теперь они точно знают, что допустимо и недопустимо вблизи водоемов. Надеемся, что они всегда будут использовать эти знания и никогда не попадут в беду.